Четыре дополнительных дьюти-фри намерены открыть на въезде в Беларусь. Развитие сети магазинов беспошлиной торговли обсудили сегодня во Дворце независимости. Соответствующий проект внесут на рассмотрение президента в ближайшее время. К слову, за пять лет количество дьюти-фри в Беларуси увеличилось почти в три раза. Сегодня в таком формате работают около 70 объектов. Причем три из них открыты не только для выезжающих из страны, но и для тех, кто прибывает к нам. Новый виток развития сфера получила в августе. Товары из дьюти-фри разрешили продавать и в самолетах авиакомпании Белавиа. По словам Александра Лукашенко, развитие такого вида торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны, но к развитию сети глава государства требует подходить взвешенно. Перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, назовем их так, не исчерпаны. И есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно, оценить последствия, а также возможные риски. Как я подчеркнул, для населения это удобный, выгодный вид торговли. Ну, наверное, прежде всего, что там и импорт, и отечественные товары дешевле, чем в обычных магазинах. Это понятно. А какое влияние этот вид беспошлиной торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть, там, где нет льгот определенных и так далее и тому подобное. Это главный вопрос. Магазины беспошлиной торговли работают в автомобильных пунктах пропуска и аэропорту. Они освобождены от уплаты акцизов, пошлины и НДС, но отдают в казну 10% от выручки со всего оборота. Субтитры Olaf Корректор А.Кулакова